Своё знакомство с Северским трудным заводом, временно исполняющий обязанности министра промышленности и науки Владислав Пинаев, начинает с музейного комплекса «Северская домная». Экскурсия получается особенная, поскольку её ведёт лично Михаил Зуев. Начинает знакомство с новым производством, с историей предприятия «Добрая традиция», которая приносит незабываемые впечатления. Это одно из ведущих предприятий вообще Свердловской области. Как инвестиционную площадку они вкладывают достаточно много, и мы гордимся, что у нас есть такое предприятие. Как Полевской, безусловно, мы рассматриваем все города, тем более города, которые относятся к статусу моногородов. Безусловно, вообще, я повторюсь, мы развиваем все площадки, есть депрессивные территории. Действительно, Полевской – это ещё достаточно хорошее, успешно работающее, ну, скажем так, и функционирующее городское муниципальное образование. Полевской, говорит Владислав Пинаев, пример успешного развития моногорода. Здесь сведены к минимуму бюрократические барьеры. Традиционно ведутся подготовка сильных профессиональных кадров. Сейчас здесь создаются новые предприятия, что для моногорода – жизненная необходимость, поскольку именно в развитии малого и среднего бизнеса существует гарантия безопасности. Действительно, надо бы инвестировать. Поэтому, безусловно, как площадку рассматриваем всё. Если будет интерес у предпринимателей, интерес у бизнеса, заходите и развивать производство в Полевском. Мы только двумя руками поддерживаем и будем это приветствовать. Михаил Зоев, как руководитель Полевского филиала Союза промышленников и предпринимателей, не раз говорил об этой проблеме. Он уверен, что потенциал Полевского нужно развивать за счёт южной части города, где есть для этого дополнительные площади для промышленного и жилищного строительства, где острее стоит вопрос о благоустройстве города. Перемены последних трёх лет свидетельствуют о том, что всё это реально. Мы создаём некую основу для развития южной части города. Ну, северную часть города мы развиваем сами и видим, что у нас на эту тему очень много планов. Реконструкция самого завода, жилищное строительство, поддержка всех социальных наших объектов и улучшение их качественного состояния. А южную часть, я думаю, что мы сегодня закладываем как раз нашим союзом промышленников, нашими предпринимателями. Важна обратная связь муниципального образования с правительством области, считает Александр Ковалёв, который немало сделал для такого продуктивного диалога. Интерес есть с обоих сторон, поэтому сила Свердловской области будет перерастать с помощью таких городов, как Полевской. Та работа, которая уже с правительством Свердловской области была налажена, это продолжение той идеологии живого общения, изучения проблем со стороны правительства не по письмам, по каким-то, а вживую, на месте, с руководителем предприятия, с руководителем городских инфраструктур. Это правильно. И вот это как продолжение того диалога, продолжение всех тех шагов, которые были сделаны. Сегодня совершенно правильно, что идет посвящение градообразующих предприятий, предприятий самых сильных, чтобы сориентироваться, что происходит на этих предприятиях, как использовать потенциал предприятий для развития других инфраструктур города, других промышленных предприятий. И в живом общении, естественно, мы понимаем больше проблем. Чем больше живого общения, тем больше будет решаться проблем. Знакомство с предприятиями города для Владислава Пинаева необходимо, чтобы реально представлять положение на промышленных предприятиях области, знать лицо всех, с кем предстоит долго и продуктивно работать. Эльмира Самухин, Сергей Чижов. Новости нашего города.